В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. 8 заболевших COVID-19 за сутки и вновь среди заболевших жители города Наринмары и поселка Искателей. Специализированный коечный фонд для COVID-больных в Ненецкой окружной больнице увеличился до 47 коек. В рамках приоритетных национальных проектов на территории Ненецкого округа реализуется 47 региональных проектов по различным направлениям жизнедеятельности региона. Предварительные итоги их реализации в 2021 году подвели на оперативном штабе. Несмотря на то, что дорожные службы города работают практически круглосуточно, с началом ноября из-за гололеда на дорогах Наринмара произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки в регионе выявлено 8 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – жители города Наринмара и поселка Искателей. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденными результатами ПЦР-лаборатории находятся 116 пациентов. Актуальную статистику на 19 ноября озвучили на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Из них 14 пациентов находятся в Ненецкой окружной больнице в стационаре, 12 – это в специализированном инфекционном отделении номер 2, которое мы открыли для COVID-19 больных, и 2 – в реанимационном отделении, которое открыто было для COVID-19 больных. Один из них находится под наблюдением на аппарате ИВЛ. По состоянию пациентов, которые получают лечение в окружной больнице, 5 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 8 – в состоянии средней степени тяжести, и состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое. У 8 пациентов с подтверждением диагноза еще и поставлена пневмония, и 5 пациентов получают кислородотерапию. На самом деле, по информации Департамента здравоохранения, пациентов специализирован в инфекционном отделении Ненецкой окружной больницы больше. При всех симптомах COVID-19 ПЦР-тесты показывают у них отрицательные результаты. Такие пациенты также получают лечение. Да, совершенно верно. Там немножко схемы, они более щадящие, но те, которые рекомендованы для лечения COVID-19, да. К настоящему времени в стационаре дополнительно установили 8 коек для больных с диагнозом COVID-19. Количество коек увеличилось до 47. Также в округ поступили еще 3 аппарата искусственной вентиляции легких. С учетом существующих их стало 11. Все амбулаторные и больные, как и в стационаре, получают бесплатные лекарственные средства по протоколу лечения от COVID-19. В округе создается новая лаборатория для ПЦР-исследований. Ее откроют в конце ноября. Количество тестирований планируется увеличить вдвое. Тесты будут доступны и на платной основе. Стоимость ПЦР-исследования будет гораздо дешевле, нежели сейчас. И не превысит полторы тысячи рублей. На территории Ненецкого округа реализуются 11 национальных проектов. Несмотря на пандемию коронавируса, которая внесла свои коррективы в мероприятия по их исполнению в 2021 году, регион занимает лидирующие позиции среди субъектов Северо-Западного федерального округа. В рамках приоритетных национальных проектов на территории Ненецкого округа разработаны и реализуются в настоящее время 47 региональных проектов по разным направлениям жизнедеятельности региона – образование, здравоохранение, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, предпринимательство, экология и другие. Предварительные итоги реализации региональных проектов в 2021 году подвели на заседание оперативного штаба по нацпроектам под председательством главы региона. Все это делается для жителей, а поэтому все национальные проекты для нас были и остаются приоритетом. Что касается целей и задач, они не меняются. Безусловно, ковид наложил свой отпечаток на сроки реализации, но здесь мы с вами совместными усилиями эти сроки откорректируем и будем достигать целей национальных проектов. Всего в этом году на реализацию национальных проектов в регионе с учетом финансирования из федерального и окружного бюджета было направлено 6 млрд 520 млн рублей. По состоянию на 10 ноября освоено более 75% финансовых средств к 11 месяцу текущего года. Высокий процент исполнения уже просматривается по линии образования, здравоохранения, цифровой экономики и городской среды. На 100% осуществлены мероприятия по поддержке предпринимательства. Высокое исполнение ожидается по проектам «Безопасные автомобильные дороги и экология», контракты по которым будут закрываться в конце года. Одним из самых значимых и наглядных мероприятий, реализованных в этом году, стали сдача в эксплуатацию нового современного здания для общеобразовательной школы номер 3 в городе Наринмария и приобретение 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов округа. Приостановка отдельных мер социальной помощи будет продлена. Этот вопрос был рассмотрен парламентариями на заседании постоянной комиссии по социальной политике регионального парламента. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа выступил разработчиком законопроекта о продлении и приостановке отдельных мер социальной поддержки. Как пояснили в профильном ведомстве, это связано с дефицитом бюджета и необходимостью оптимизации расходов окружного бюджета в 2021 году. Предварительно все изменения были рассмотрены на заседании общественного совета при департаменте с участием представителей профсоюзных и общественных организаций. В проекте закона, который находится на общественном обсуждении, предлагается продлить приостановку отдельных мер соцподдержки до 2024 года. В частности, это касается представления субсидий на приобретение или строительство жилой площади, предоставления малоимущим семьям бесплатного горячего питания в каникулярное время и выходные праздничные дни в организациях общественного питания. Также будет продлина приостановка выплаты ежегодного денежного вознаграждения ко дню семьи родителям, воспитывающим ребенка на дому. Размер выплаты ко дню пожилого человека 1 октября останется без изменений. 5 тысяч рублей вместо 10 тысяч рублей. Данная выплата была приостановлена с 2015 года. В целях сокращения расходов окружного бюджета депутаты регионального парламента предложили исключить из окружного закона норму о компенсации расходов на медицинское обслуживание по договорам добровольного медицинского страхования, а также компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание в отношении гражданских служащих округа и лиц, замещающих государственные должности округа. Норма была приостановлена с 2009 года. Напомню всем, что у нас действует более 140 мер социальной поддержки. Все эти меры у нас сохранены. Среди регионов не только северо-запада, но и северных регионов наш округ является лидером по количеству мер социальной поддержки. И хочу заверить жителю нашего региона, что все выплаты останутся в полном объеме и не будут пересматриваться. Сохранена индексация мер социальной поддержки донорам крови, больным с сахарным диабетом и онкобольным. Предполагаемый им проект закона будет рассмотрен в ближайшей сессии. Систему налогообложения ждут изменения. С 1 января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход, поэтому всем предпринимателям необходимо до конца декабря выбрать новую систему налогообложения. Если же предприниматель этого не сделает, то с 1 января он автоматически будет переведен на общую систему налогообложения. А это дополнительные расходы на уплату налогов, дополнительные документы, отчеты. И как показала практика, для наших небольших предпринимателей данный налоговый режим не подходит. В связи с чем предлагаем обратиться в налоговую и написать заявление о переходе. Можно использовать УСН, в которой у нас установлено 1% с доходов и 5% с доходов минус расходы, либо подобрать патент. Информация о доступных режимах размещена в группе Центра развития бизнеса социальной сети ВКонтакте. Также будет выложена запись вебинара о том, как перейти с ЕНВД и какую систему лучше выбрать. Касается это в основном предпринимателей, которые занимаются торговлей, они использовали данный режим очень активный. И он очень удобный, этот режим. Мы с грустью и сожалению понимаем, что его отменят. И были направлены в том числе письма от губернатора о том, чтобы продлить этот режим хотя бы для предпринимателей Крайнего Севера до 2024 года. Законопроект тоже есть в Госдуме, но шансов мало. Поэтому мы просим предпринимателей уже сейчас выбрать другую систему налогообложения. Проконсультироваться о переходе с ЕНВД на другую систему налогообложения можно по телефону Центра развития бизнеса, который вы видите сейчас на своих экранах. В Централизованном стройзаказчике Ненецкого округа подвели итоги двух электронных аукционов на выполнении работ по строительству двух этапов второго участка автодороги Наринмар-Усинск общей протяженностью более 20 километров. По итогам конкурсных процедур контракт будет заключен с компанией из Ленинградской области «Техносфера». Как сообщили в казенном учреждении, данный подрядчик строит и первый участок трассы. С победителем торгов после 27 ноября будут заключены два государственных контракта на сумму 3 миллиарда 510 миллионов рублей и 3 миллиарда 540 миллионов рублей соответственно. В рамках первого контракта «Техносфера» построит участок протяженностью 12 километров. В рамках второго участок протяженностью более 8 километров с мостовым переходом через реку Лаевош длиной 108 метров. Средства на строительство дороги будут выделены преимущество из федерального бюджета. Завершить работы по строительству двух этапов второго участка необходимо до 20 октября 2023 года. Для завершения строительства дороги на Ринмар-Усинск, которое было начато еще в 1991 году, необходимо достроить так называемый нулевой участок с мостом через реку Шапкино. Его общая протяженность составляет более 6 километров. В 2021 году выпускники школ Ненецкого округа будут сдавать ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Такая форма экзамена позволит продемонстрировать практические навыки использования различного программного обеспечения и языков программирования. 19 ноября на базе средних школ номер 1 и номер 5 для 11-ти классников прошел тренировочный экзамен. В тренировочном экзамене приняли участие более 20 выпускников общеобразовательных школ, планирующих сдачу ЕГЭ по информатике в 2021 году. На экзамене выпускникам предоставили компьютеры с установленными редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования. Право выбора инструмента воспользоваться редактором электронных таблиц или языком программирования остается за участником. При этом доступ в интернет запрещен. Тренировочный экзамен позволит выпускникам познакомиться с принципами сдачи ЕГЭ на компьютере. В экзаменационных материалах компьютерного экзамена предоставлено 27 заданий. 9 из них направлены на проверку практических умений. Немаловажным новшеством такой модели ЕГЭ станет и то, что экзаменационные материалы будут доставлены в пункт проведения экзаменов по интернету. Ранее экзаменационные материалы доставлялись в аудитории на дисках. После задания печатались на бумажных бланках. Шанс для тех, кто развивает туризм в России. И здесь неважно, начинает ли человек свой профессиональный путь или уже имеет большой опыт. 17 ноября в Москве стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». На пресс-конференции в столице побывала и наша съемочная группа. Это действительно большая возможность для всех. И возраст любителям туризма не помеха. Например, самому молодому участнику прошлого сезона едва исполнилось 20 лет. Самому старшему из тех, кто чувствовал в себе силы двигать индустрию гостеприимства 83 года. Возможности платформы безграничны. Мы буквально в сжатые сроки в течение двух недель совместно запускаем второй сезон. Сейчас межрегиональный туризм выходит на первый план и вот те проектные команды, которые образуются во время полуфиналов и во время финалов, они уверены, их работы будут разные межрегиональные турмаршруты, межрегиональные проекты в рамках какого-то федерального округа. Это тоже очень важно. Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, эвент-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении. Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, ательеров и управленцев. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов. Организована стажировка в ведущих туристических компаниях страны. Как отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, этот проект особенно важен с точки зрения продвижения молодежного туризма. Такого системного подхода к работе с фондовикаторами, который сейчас в рамках деятельности платформы «Россия – страна возможности» реализуется, его не было до этого момента. И очень здорово, что это появилось. Конечно, мы не могли не поддержать эти инициативы, в том числе и из Грантового фонда Федерального агентства по делам молодежи. Более того, на следующий год мы расширим эту поддержку и в связи с тем, что принято такое решение, о котором уже Алексей Геннадьевич сказал, и будет запущен такой студенческий молодежный трек, мы здесь тоже, конечно, всячески поддерживаем организационно и с точки зрения Грантового конкурса и в рамках работы с нашими партнерами в высших учебных заведениях. Участников сезона 2020-2021 годов ждет несколько этапов. После регистрации им предстоит снять и представить на суд жюри видеовизитки своих городов и регионов, пройти онлайн-тестирование. Те, кто успешно справится с этими заданиями, будут приглашены на очные полуфиналы для защиты своих проектов, а после финал конкурса. Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте welcomecup.ru до 15 января 2021 года. Например, в первом сезоне конкурса мастера гостеприимства, который стартовал в 2019 году, приняли участие более 20 тысяч. Победителями стали 62 человека из 29 регионов. Среди них и наш Ненецкий округ. Проект создания туристического маршрута по городу Наринмару высоко оценили жюри. Мы заявились почти на максимальную сумму гранта. Максимально миллион пятьсот мы на миллион четыреста пятьдесят тысяч заявились. Это обустройство как раз таки маршрута идет, создание движения молодежного, которое будет нам помогать, внедрять, разрабатывать новые идеи в этом проекте. Так в рамках проекта будет разработана туристическая карта Наринмара. На зданиях появятся яркие граффити. В городе будут установлены арт-объекты. Маршрут включает 23 объекта от Краевеческого музея и площади Марацей через дома с народными названиями до ресторана музея Тимань. Его протяженность составит почти три километра. Полноценное прохождение с покупкой сувениров, перекусами и прочтением информации на стендах займет почти полтора часа. Также в рамках проекта будет разработана навигация, мобильное приложение и аудиогид по маршрутам. Любовь Пермякова, Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Челночный бег, подтягивания и боевые приемы. В Ненецком округе военнослужащие и сотрудники Росгвардии подтвердили свою профессиональную компетенцию. Во время итоговой проверки личный состав регионального управления войск правопорядка показал знания, умения и навыки, полученные в течение года. Физическая, огневая, тактическая, медицинская, инженерная, правовая, профессиональная подготовка далеко не весь перечень предметов, которыми обучают защитников Отечества. Ежегодно военнослужащие и сотрудники Росгвардии проходят проверку на право несения службы с оружием и специальными средствами. Постоянное повышение квалификации необходимо для успешного выполнения поставленных задач защиты государства и граждан от преступных посягательств. Нередко именно войска правопорядка первыми приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Финальным испытанием для росгвардейцев стали стрельбы из боевого оружия. Пистолета Макарова, автомата Калашникова и пистолета-пулемета ПП-2000. Ведь от военнослужащих и сотрудников требуется быть не только грамотными, быстрыми, сильными и выносливыми, но и меткими. Усиление ветра вместе с перепадами температур в Ненецком округе создают дополнительный объем работ для дорожных служб и делают дороги небезопасными для всех участников движения. О том, как на Ринмарце переживает травмоопасный период и как с гололедом борются городские службы в следующем материале. Переменчивая ноябрьская погода подарила Нарьинмарцам не только отсрочку от сильных морозов, но и гололед. И если почти каждый ребенок уверен, что скольжение это веселое развлечение, то люди более старшего возраста понимают, какую на самом деле угрозу он может представлять для здоровья. Надо отметить, что в этом году ситуация с гололедом на дорогах решается оперативно. Проезжую часть и междворовые территории муниципальное предприятие «Чистый город» обслуживает практически круглосуточно. При проведении работы по устранению зимней скользкости задействовано в основном три единицы техники это «Чистик» и «МКДУ» и «ПУМ-6Х2». Работа проводится почти круглосуточно, посменно. Однако даже посыпка дороги песком не спасает от аварий. Так, с начала ноября из-за гололеда на дорогах Нарьинмара произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Несмотря на статистику, у жителей города нет нареканий к муниципальным службе и управляющим компаниям. Даже в темное время суток пешеходы неудобств не испытывают. Нет, нормально. Вопросов нет. И в парке нормально там посыпают, и здесь все держат. По крайней мере, там, где я живу, в моем дворе нормально. Не скользко? Ну, в данный момент нет. А когда первый снег выпал, то уже было скользко. После тракторов сразу не посыпали. Было скользко. Устраивает. Все нормально, не скользко. А виновница гололедец и погода успокаиваться не собирается. Так что, выходя из дома, жители и гости города должны помнить старинную поговорку. Тише едешь, дальше будешь. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Телеканал Север. Это были все новости на телеканале Север. Далее смотрите прогноз погоды.